всем привет дорогие друзья сегодня 24 мая 7 часов утра мы идем от нашего дома на трансфер хаваш едем в аэропорт газипаша а куда мы отправляемся мы отправляемся в стамбул и в этот раз я надеюсь что мы посетим с вами дворец дома бахче и погуляем по еще многим интересным местам поэтому приглашаем вас вместе с нами в эту интереснейшую поездку в 7 утра алания просыпается солнце встает около пяти утра даже может уже чуть раньше вот так вот выглядят обычные аланийские районы здесь у нас тренажеры парк ну и поскольку мы переехали наш бывший дом находится здесь от нашего нового дома буквально минут пять пешком а идем мы сейчас на сторону набережной где сядем на трансфер хаваш и поедем в аэропорт газипаша до него ехать минут 40 на автобусе по дороге на автобус мы зашли вот в такую вот овощную фруктовую лавку чтобы купить бананы поэтому друзья когда рынков нет бананы фрукты овощи мы покупаем вот в таких вот магазинах они сочные вкусные ланейские бананы погода стоит немного пасмурная и начинает накрапывать дождик и мы посмотрели в стамбуле погода 20 градусов температура но тоже дождь ладно главное чтобы было тепло а все остальное ерунда потому что стамбул прекрасен в любое время года вот так вот он выглядит у нас сейчас пляж на море никого нет мне нужно смотреть чтобы автобус был чтобы скорее бежать на автобус вот такое вот она море но очень тепло друзья утром очень тепло несмотря на то что погода пасмурная вот такая вот она алания 7 часов утра ну а я скорее бегу на автобус чтобы ехать в аэропорт и не лететь стамбул вот на этом автобусе хаваш мы приехали в аэропорт и на этом автобусе если вы приезжаете прилетаете на регулярном рейсе вы можете на нем уехать как в сторону газе паши так и в сторону алании стоят эти автобусы прям на самом выходе из аэропорта и мы уже идем на посадку на самолет несмотря на то что погода была пасмурная утром очень чувствуется уже жара и распогаживается вот он наш самолет друзья и мы летим в стамбул надеемся что там тоже будет тепло ай-хан почему-то сэн стамбулу сэн на москве ладно истамбул ай-хан горит очень много народу но в этот раз будет много много всего интересно вот он наш самолет и мы уже заходим самый лучший вид на олане с воздуха это конечно же друзья из самолета и сейчас мы повернем в сторону моря и со стороны моря будет видно все побережье погода немного пасмурно но надеюсь что мы увидим вот вы видите уже летим над морем и сейчас полетим вдоль побережья вот это вот дорога она идет дорога от газе паши она идет по всему побережью видите красивые красивые бухты вот там вот вдалеке не видно насколько вам видно но эти бухты там потрясающие пляжи есть пляж его тапе есть голубая лагуна посмотрите какая красота так а где у нас аланья аланья у нас чуть дальше махмудлар и далее аланья и вот видна аланийская крепость самолет сейчас разворачивается в сторону стамбула погода конечно сегодня переменчивая и наш рейс отложили из-за плохой погоды в стамбуле поэтому мы улетели на на час позже и в стамбуле плохая погода дождь в общем в этот раз стамбул нас встречает дождем видна набережная красная башня крепость все пляж Клеопатры и все и самолет постепенно разворачивается в сторону материка над облаками стоит потрясающая погода посмотрите какие красивые облака здесь наверху потрясающая погода а внизу как объявил пилот дождь и сильный ветер мы уже в стамбуле друзья приземляемся в аэропорт Сабиха-Гокчан погода пасмурная но надеюсь что будет тепло потому что летя сюда погоду в стамбуле я не смотрела и хан даже не хотел с собой куртку брать но видно что шел дождь асфальт сырой как красиво все-таки стамбул выглядит с воздуха невероятный город огромнейший но в то же время просто захватывающий по-другому этот город никак не назвать постепенно все приземляемся что-то 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 Продолжение следует... Мы вышли из здания аэропорта, и сейчас идем на трансфер в Хаваш и едем до Токсима. Здесь есть трансфер, который едет в Токсим, он стоит спереди, а тот, который едет на Кадыкёй, сзади. Мы уже вышли из Хаваши и идем по направлению к Токсиму, чтобы покушать. И купили мороженое. Погода очень классная в Стамбуле. Поэтому Стамбул всегда радует, он всегда, всегда любит. Видите, с утра была плохая, а сейчас отлично. Ну, наверное, ждал нас. Будем так надеяться на это. Многие из вас знают этот монумент. На Токсиме и за спиной Ататюрка стоят также два советских генерала Михаил Фрунзе и Климент Ворошилов. И они стоят вместе с Ататюрком за помощь, которую они оказывали Турции. Советская Россия оказывала Турции в период войны за независимость в Турции. Поэтому, когда вы приезжаете в Стамбул на Токсим, обратите внимание на этот памятник и еще раз поймете, насколько Турция и Россия близки. Дорогие друзья, мы в этот раз приехали в Стамбул совсем налегке, но не так налегке, как мы обычно ездим. У Айхана сзади только рюкзак и у меня сзади тоже только рюкзак и сумка с компьютером. Вестимул, в России основных годов, по амблах, как по Pacquiao Горбе, появися митрия в Токсиме и старой монетов. Мы можем найти методы здесь. И еще раз. Еще раз. Здесь, в основном, Тюрьмин-Меркет. Теперь так. Тюрьмин-Меркет. Биттим. мы пришли в наше кафе здесь большой выбор турецкой еды и в основном даже не в основном а только турецкая кухня есть блюдо дня например курица с лица с рисом и айран стоит всего 15 лир айхан берет у нас из кендер и за все мы заплатили 38 лир это вот курица с рисом были еще помидоры из кендеровых флана хлеб здесь бесплатно и от айран как вы думаете где мы сейчас находимся а сейчас мы находимся в музее современного искусства акбанка здесь сейчас проходит выставка которая называется the new human agenda что означает видение нового человека agenda это вообще то что предстоит впереди точнее можно привести что же предстоит впереди человечеству в общем выставка очень интересная находится прямо на улице истекляль и вход конечно же бесплатный здесь интерактивное видео инсталляция современное искусство мы с вами в одном из прошлых видео ходили в музей для современного искусства в стамбуле и как я вам рассказывал современное искусство его невозможно любить или не любить его нужно понимать современное искусство на самом деле оно все построено на противоречиях совмещается совершенно несовместимое поэтому интересуйтесь современным искусством это очень интересно особенно современные художники их взгляд на мир и интерпретация этого взгляда в художественной форме поэтому если у вас есть возможность сходить в ближайшие выходные в ближайшее время музей современного искусства в вашем городе и вы увидите как это вас изменит навсегда ну а мы идем на метро сейчас и отправляемся в нашу гостиницу вот так вот выглядит этот музей акбанг санат и находится очень близко к начало улице истекляль ищем из я полюю литвен кладем деньги на истамбульскую карту литвен киеве у нас картифелин из 4 лиры 50 и все теперь на карточке есть денежка это станция мы сейчас на станции весь не желез и эта станция достаточно очень такого прям глубокого заложения вместо того чтобы быстро подняться пришлось подниматься по целым трем экскалатором в этом районе мы с вами еще не были поэтому будем изучать район весь не человек аль-хан сказал аль-хан гречили газель моберет аль-хан сказал что это очень красивый район поэтому будем смотреть наш отель наш отель называется отель мозаик и находится он совсем буквально в нескольких минут ходьбы от станции метро весь не дилер отель очень классный четыре звезды давайте пройдем внутрь я покажу вам как он выглядит аль-хан уже наверху комнате как я вам и говорила точнее как ай-хан говорил мне район весь не дилер очень элегантный красивый район и в этот раз мы остановились здесь и как я уже сказала наш отель называется мозаик многие из вас спрашивают в каком отеле останавливаться в стамбуле так вот отель мозаик один из лучших отелей вообще в стамбуле но и в котором мы когда-либо останавливались поэтому это отель 4 звезды заходим мы с вами внутрь отеля и здесь вот такой вот у нас на ресепшн с креслами для отдыха для ожидания на втором этаже расположен бар и ресторан где подается обед завтрак и ужин также внизу есть спа и хамам но туда мы пойдем на следующий день завтра а сейчас сегодня я вам покажу комнату и бар и ресторан в котором мы будем завтракать сейчас два часа дня поэтому на завтрак мы успеем только завтра возможно вечером пойдем на обед здесь на втором этаже в отеле находится бар можно выпить различных вин турецких как белых так и красных и бармен вам приготовит различные напитки видите уже три часа можно выпить чаю тоже отдохнуть очень красивые конечно же здесь кресло и атмосфера такая прям располагающая к отдыху наша комната находится на первом этаже и вот здесь вот расположен ресторан сейчас конечно же в ресторане никого нет поэтому давайте быстренько заглянем посмотрим как ресторан выглядит здесь сейчас только работники ресторана но ресторан большой и что подают на обед завтрак и на ужин я надеюсь мы с вами узнаем когда мы сюда придем потому что на завтрак и на обеде мы и ужине мы еще не были очень все красиво аккуратно очень уютно и я думаю что этот отель станет одним из наших любимых потому что друзья многие из вас спрашивают в каких отелях останавливаться так вот в стамбуле я могу вам посоветовать какие-то отели а в аланье только в тех которых мы бывали раньше поднимаемся на первый этаж и здесь номер 108 это наша комната айхан уже в комнате номер достаточно большой для двоих на входе айхан привет на входе у нас конечно же для карточка для электричества здесь дверь с большим зеркалом большая ванная комната естественно все принадлежности мыло шампунь и так далее полотенца большой душ есть фен но и телефон чтобы звонить в экстренных случаях также здесь есть большой шкаф тоже зеркальный шкаф зеркальный для того чтобы вы смогли повесить свои вещи ну и конечно же здесь всегда в таких отелях есть тапочки и пакет для грязного белья и так далее здесь холодильник мини-бар полки для различных вещей и сейф комната выглядит вот таким вот образом мне очень нравится я очень люблю темное дерево поэтому здесь мне сразу с первого взгляда стало очень уютно большая кровать столик прикроватный и вот такие вот кресла шторы естественно от солнца чтобы не попадал свет ну и вид на улицу вот так вот выглядит этот отель я очень люблю светильники напольный это прям прям моя страсть кондиционер и конечно же стол с креслом чай кофе кружки и вода есть небольшой телевизор и вот здесь вот место для ваших вели не сразу стало комфортно на самом деле в этом номере я люблю когда много ковров в отелях не дома в отелях я люблю когда темное дерево много ковров бархатная мебель и поэтому мне здесь стало комфортно сейчас мы отдыхаем как я вам сказал мы еще пойдем в спа сейчас мы отдыхаем отправляемся в центр по делам нам нужно решить кое-какие вопросы и завтра у нас также предстоит нам рабочий день поэтому максимально по возможности будем отдыхать и делиться с вами что мы увидим нового в стамбуле как вы видите новый район везни джилер отель мозаик потрясающе красивая веста которая не может вдохновлять и тем более после того как я сходила на выставку современного искусства для меня это как воздух честное слово поэтому друзья наслаждайтесь вместе с нами и конечно же приезжайте в стамбул когда вы в алании когда вы хотите отправиться в отпуск приезжайте в стамбул в турцию и я думаю что вы здесь будете открывать постоянно много все в общем очень много говорю отправляемся сейчас отдыхаем и отправляемся гулять